Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к римлянам, третья глава в рамках проекта «Экзегет». Я, Андрей Десницкий, читаю вам свой перевод с комментариями небольшими. Итак, вторая глава была про то, что иудеи и эллины, то есть те, кто имеет Моисей в законе, те, кто живет как язычники, в равной мере виновны перед Богом, и обладание законом не приносит пользы, если человек его нарушает. Предполагается, что каждый иудей его нарушает. Ну, и Послание к римлянам построено очень диалогично, значит, возникает вопрос, а что же тогда хорошего в том, чтобы быть иудеем? Вот третья глава это и обсуждает. Так что же за преимущество у иудеев, чем же польза обрезания? Во всех смыслах она огромна. Прежде всего, именно иудеям были доверены речения Божьи. Ну и что, если некоторые из них оказались неверными, разве их неверность сделает и Бога неверным? Да не будет такого. Бог остается истинным, а всякий человек лжец, как и написано. Праведен будешь ты в словах своих, на суде своем ты победишь. То есть, смотрите, здесь отвергается не то, что вот в этом абзаце, вообще в Послании к римлянам, отвергается такое отношение к Ветхому Завету, к закону, что обладание им спасительно для человека. Нет, говорится. Но, смотрите, то, что им доверены эти слова, то, что им доверена Божья весть, это уже само по себе огромное преимущество. И в этом, действительно, он, может быть, не очень подробно расписывает, в чем это преимущество заключается. Но он вообще не очень много говорит, Павел, о преимуществах людей. Он в этом Послании больше говорит о том, что делает Бог. Так если наша неправда выявляет праведность Бога, что тогда скажем? Может быть, Божья кара людям несправедлива? Я рассуждаю по-человечески. Да не будет тогда, как бы он стал судить мир. Вот спор, который нам может показаться сегодня немножко странным, потому что мы живем, наверное, в мире, где немножко другие понятия, где то же самое воспринимается через какие-то другие зеркала, призмы, очки и так далее. Итак, наша неправда выявляет праведность Бога. Мы грешим. Бог через это показан праведником. Значит, то, что мы грешим, в общем-то, не так уж и плохо, можно сказать. И не за что его нам наказывать. Ему нас наказывать, простите. Вот это он, конечно, отрицает, но давайте посмотрим, как дальше он эту мысль старается объяснить. Если же моя ложь раскрывает величие Божьей истины к его славе, за что же меня тогда осуждать, как грешника? Может, станем делать зло, чтобы вышло добро? А ведь некоторые клеветники утверждают, будто мы именно так и учим, и такое достойное осуждение. То есть, вывод, который здесь отвергается, он может быть сделан при известной какой-то интеллектуальной ловкости вот из этого учения об оправдании веры, которое в послании к римлянам сюда приводится. То есть, человек грешен, Бог его прощает, тем самым наделяет его праведность, значит, греховность полезна. Но вот это положение, оно предполагает размытость границ, что на самом деле грех и праведность – это такие условности. Но иногда люди действительно так считали, в истории Христианства были моменты, когда люди говорили, важно исполнять волю Бога. Бог сказал, не убивай, значит, не убивай. А если Бог сказал, убивай, то убивай. Более того, всегда находились желающие. И сегодня мы знаем таких людей в мире, которые скажут, Бог велел нам убивать неверных и так далее. Мы их убиваем, и это очень правильно и хорошо угодно Богу. Вот Павел категорически против такого релятивизма, такой относительности. Он говорит, есть вещи сами по себе праведные и неправедные. Закон Божий утверждает праведность этих вещей. Но это не прихоть Бога, который сказал, зеленое – это хорошее, красное – это плохое. Светофор. Зеленый свет не лучше и не хуже красного. Ну, кто-то когда-то решил, что зеленые идите, красные стоите. Вот Бог когда-то решил, что убивать плохо или там воровать плохо, а молиться хорошо. Мог решить иначе, да? Нет, безусловно, не так. А Павел говорит, что этот закон содержится в сердцах людей, даже у язычников, чему свидетельствует наша совесть. Но в Моисеевом законе он выражен наиболее явно. Соответственно, все, что может быть выстроено вот с этой релятивистской точки зрения, изначально неверно. Так что же мы, вырвались вперед? Да ничуть, ведь мы уже показали, что как иудеи, так и эллины под гнетом греха. Мы, очевидно, он имеет в виду иудеев, которые обладают этим самым законом. Закон хорош, просто самообладание им ничего не дает человеку, только его исполнение. Как и написано, нет праведника ни одного, нет никого разумного, и никто не ищет Бога, все совратились, негодны, все поголовно, вплоть до последнего человека, и никто не творит добра. Это цитата из различных псалмов, где все вот это вот развращение человечества описано многократно. Горта у них как гроб раскрытый, лишь обман у них на языке. На губах у них яд гадюки, на устах у них горечь проклятий. Многие сами несут их кровь проливать, где они пройдут, там пагуба и беда. А мирные пути неведомы, им нет страха Божьего пред глазами у них. Зачем такая длинная цитата? Он показывает, вот смотрите, Псалтирь, великие молитвы, которые отражают отношение человека к Богу, его стояние перед Богом, показывает, что все плохо. То есть действительно даже вот в этих самых таких сокровенных, глубоких, ярких эпизодах на этих страницах Библии мы ничего хорошего, в общем-то, не видим. Мы же знаем, что к тем, кто законоподчинен, относится все сказанное в законе. Так что пусть умолкнут всякие речи. Весь мир подлежит Божьему суду. Никакая плоть не достигнет праведности пред ним соблюдением закона. Но через закон приходит понимание греха. Еще раз, да, он подводит такой итог роли закона в всей этой греховности. Весь мир подлежит суду, а закон не спасает, а показывает то, что грех существует. Ну, так же, как законы, вот, обычные, там, скажем, законы страны, в которой мы живем. Они сами по себе ничего не дают человеку, но они показывают, за какие действия человек может быть наказан. Знание этого закона, не знание не освобождает от ответственности, знание еще менее, обладание копией уголовного кодекса в доме, тоже никоим образом тебя не спасет. Вот, это ориентир, на который ты можешь опираться, когда ты принимаешь какие-то решения. А теперь, помимо закона, стала явно и праведность Бога, о которой свидетельствуют закон и пророки. Вот, смотрите, праведность – нечто связанное с законом. Бог обладает свойством праведности, и закон показывает это, и его гнев на грешников тоже показывает. Но праведность – нечто превосходящее. Закон – нечто такое в законе не записанное. И дальше он уточняет. Это Божья праведность через веру Иисуса Христа для всех и на всех верующих, без различия, поскольку все согрешили и лишились славы Божьей. Вера Иисуса Христа. Вот здесь одно из самых трудных мест Нового Завета – Пистиса Иисусу Христу. Что имеется в виду? Вера Его, Его вера Отцу, которую Он проявил, в том числе и на кресте. Вера в Него – так тоже можно понять это греческое выражение. А можно еще понять это как достоверность. Слово «пистис» может означать вообще кредит. Ну, кстати, кредит, вспомним латинское слово «кредо», «верить». Вот кредит – это то, во что верят. Я даю кому-то кредит, значит, я верю кому-то. Или мне дал кредит банк, значит, он мне поверил. И вот слово «пистис» может обозначать кредит. То есть, тот кредит, который дает Христос. Вот просто дает. Так что сложнейшее богословское понятие, вот эта самая христовая вера, не очень ясно, как ее здесь переводить. Важно, что она для всех верующих. И дальше он будет объяснять, чем она заключается. Потому что все согрешили, иудеи, эллины, мудрецы, простецы, как он уже говорил. Но все получают праведность даром по его благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Вот это центральная богословская формулировка, послание которой он дальше будет подробно разбирать. Значит, все согрешили и лишили славы Божьей. Все получают праведность даром по благодати через искупление. Даром, то есть не по заслугам, слово благодать и обозначает благой дар, который человек не заслужил, который не обусловлен какими-то договоренностями, который Бог просто дает. Искупление, наоборот, означает некий выкуп, то есть что-то было уплачено. Сегодня очень часто задают вопрос, если Христос заплатил выкуп, то кому? Неужели Богу Отцу приятно смотреть, как умирает Его Сын? Это не выкуп Отцу. Тогда может быть выкуп дьяволу, дьявол обладает властью над человеком, и Христос, умирая на кресте, приносит свою жизнь в качестве выкупа ему. Но это вообще абсурд, получается, тогда дьявол главнее. Не будем торопиться, всякий образ, он лишь отчасти передает то, что он должен передать. Это же образ. Просто в древнем мире были рабы, их искупали, выкупали на волю. То есть, вот раб у кого-то, в рабстве находится, приходит некто и дает деньги хозяину, стоимость этого раба отпускает этого человека на волю. Вот, собственно, то, что сделал Иисус с людьми. И кому он дал деньги, говорить даже здесь трудно, потому что это всего лишь некий образ, там денег никаких не было. Но есть некий долг, который был им оплачен, да? Вот, без вопроса кому. Но мы еще об этом будем говорить. Бог по его вере сделал его кровавую смерть жертвой, смывающей грехи. Можно перевести немножко иначе. Бог сделал его жертвой, смывающей грехи тех, кто поверил в его кровь. В любом случае, здесь соединяются ключевые идеи. Пролитая кровь – это жертвенная кровь. Это кровь, которая напоминает о жертвоприношениях Ветхого Завета. А с точки зрения Павла, скорее, жертвоприношения Ветхого Завета напоминают об этом грядущем пролитии крови, предсказывают его заранее. И вот это и был момент прощения грехов для тех, кто принял его. Да, поскольку жертва, естественно, везде и всегда понимается как нечто действующее не автоматически, но это обряд, ритуал, который что-то приносит тому, кто верит в действенность этого ритуала. Вот то же самое и с кровью Христовой. «Так Бог явил свою праведность, прощая совершенные прежде грехи. Тогда Он терпел их, чтобы в нынешнее время явить свою праведность. Сам Он праведен и делает праведным человека, поверившего в Иисуса». Вот смотрите, праведность Бога в том, что Он различает грех и добродетель, в том, что Он наказывает грех, но и в том, что Он прощает грех тоже. «Праведность – это его свойство, которым Он может наделить человека через веру в Иисуса, совершившего это искупление». Вот очень кратко основная мысль Рима. И он здесь ее излагает. Дальше будет подробно комментировать и доказывать, что это именно так. «Осталось ли у нас чем хвалиться?» «Нет. Из-за какого же закона? Того, который говорит о делах? Нет. Из-за того, который о вере». Здесь у него такой внутренний спор. «Мы иудеи», он же и сам из евреев, Павел говорит, «чем нам хвалиться? Законом о делах, который говорит? Не убей, не укради». Да нет, это все не помогает. Но закон говорит о вере. Есть закон, который говорит о вере. Мы ведь понимаем, что человек обретает праведность по вере, а не по соблюдению закона. Вот тоже важный его принцип. Он только что сказал, что законом никто не спасется, потому что все его нарушают, а спасаются верой. И дальше в послании это он и будет подробно разбирать. Ну и значит, это касается не только иудеев. «Разве Бог? Он только для иудеев, не для язычников? Конечно, и для язычников тоже. Един Бог, который наделит праведностью обрезанного по его вере и не обрезанного благодаря вере». То есть граница существует, но эта граница преодолевается, потому что уже не обрезание, не соблюдение закона, а вера. И того, кто соблюдал закон, старался, но не смог до конца. И того, кто не знал о законе, но именно вера их и спасает. А и тут Павел задает в конце третьей главы вопрос, который дальше нуждается в ответе, но это уже будет в следующей главе. Так что же, мы верой упраздняем закон? Да не будет. Напротив, мы закон подтверждаем. Звучит абсурдно, но мы пока еще не знаем, почему это так сказано. Об этом он рассуждает дальше, в четвертой главе. Продолжение следует...